всем привет с вами sargas последнее время я стараюсь скажем так закрыть свои старые долги по темам видео которые давно кому-то обещал но до которых никак не доходили руки сейчас видео стали выходить чаще поэтому я обратился к истокам и к списку ближайших видео которых на данный момент у меня 141 но теперь уже будет 140 а и рассказать я хочу о том почему нельзя обращаться к двум магам одновременно в начале моей магической карьеры очень частой была такая ситуация а человек обратился к одному магу тот что-то там с ним сделал а потом обратился ко мне мне о том маги не сказал а я вижу какое-то копошение в поле копошение это вычищаю если кого-то нахожу бью его по голове обычно это оказывается предыдущий специалист на котором кстати не написано что он там делает и чищу человека по-своему этот специалист которому дали по кумполу считает что темный маг активизировался что нужно спасать пациента и уже приходит ко мне а на мне опять же не написано кто я и что там делаю он снимает все мои воздействия положительные кстати вместе с защитами с пациента и устанавливать заново свои а дело в том что если вы работаете в разных магических традициях то вам может быть довольно сложно определить что там на человека понавешано то есть ну грубо говоря мой коллега к примеру может по нацеплять на человека каких-нибудь трубок механизмов там каких-нибудь черных сумок попа на втыкать в него каких-то каналов которые через какие-то там определенные механизмы будут даже физически его лечить ну к примеру но я работая совершенно по-другому увижу это просто как черные отвратительные негативные каналы воздействия и разумеется постараюсь все это убрать поэтому во первых происходит вот такое вот недопонимание когда два мага просто мешают друг другу и чистят работу друг друга это во-первых во-вторых если обратился к одному специалисту а потом тут же обратился к другому то возьмем ситуацию когда его поле уже более-менее очищено от негатива но все еще выглядит не очень пока не восстановилась но у него где-нибудь там за спиной где-нибудь скрытно работают какие-то магические механизмы какая-то энергетическая конструкция присутствует которая постепенно его поле восстанавливает при этом ну для наиболее яркого примера предположим это энергетическая конструкция работает с энергией воды а я работаю с энергией огня ну как правило и вот представьте этот человек приходит ко мне я говорю ну вроде негатива более менее нету но что-то у вас поле как-то слабовато я порекомендовал там все-таки бытовой убрать негатив защиту обновить но и в целом энергию по чакрам прогнать не помешает а человек говорит да отлично я уничтожаю бытовой негатив с контуров поля прогоняю энергию по чакрам и мое воздействие натыкается на эти некие скрытые механизмы которые остались от другого мага и происходит маленький такой локальный армагеддец потому что в рамках поля одного человека два типа энергии противоборствующих стихийных эгрегоров мягко говоря не сдружатся то есть скажем приведу пример из боевой магии если вы возьмете в одну руку энергетический шар полностью состоящий из воды в другую руку энергетический шар полностью состоящий из огня внедрите туда посыл на уничтожение соедините их так сказать взбалтывая но не смешивая то есть чтобы два шара соприкасались но их оболочки не проникали друг в друга и метнете такую гранату в противника то от его поля мало что останется потому что соприкоснувшись две но фактически негативно заряженные противоборствующие стихии противоположные стихии спровоцируют взрыв поэтому обращаться к двум магам особенно практикующим по-разному ну пусть даже представителям одной школы все равно они будут действовать по-своему это просто элементарно небезопасно во первых как для самих магов мне-то что я боевой маг пусть ко мне приходят но вы уверены что вам предыдущий специалист скажет спасибо это раз а два вы уверены что хорошая идея смешивать две противоборствующие энергии а еще хлеще если вы к темному магу обращались мне об этом не сказали а я давай вас чистить светом красота мне правда по этому поводу претензии никто не высказывал но как знать может быть это потому что некому было уже их высказывать ну я конечно шучу там до физической смерти то не дойдет но тем не менее энергетические последствия могут быть очень и очень неприятными поэтому если уж вы обратились к какому-то одному магу то продолжайте работать с ним я к примеру стараюсь даже за диагностики не браться если с человеком кто-то уже работает просто чтобы не мешать другому специалисту как минимум из профессиональной этики ну и вы пожалуйста уважайте работу магов все-таки это не так просто как может показаться и далеко не всегда безопасно благодарю за внимание с вами был sargas подписывайтесь на мой канал заходите на мой сайт max sargas.com обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии до встречи а а у а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok